Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Наш 13 виноградный сезон начался с заморозков. Пару дней назад я вам показывала, что лозы укрывали. И сегодня смотрим результат. Значит, что у нас было? Ночь с 28 на 29 апреля выдалась достаточно морозной. И это не те заморозки, которые на почве, немножко радиационные, траля-ля. Это нормальные морозы. И мороз здесь держался с вечера. Вот меня на месте не было, но были тут знакомые. И прислали вот такую фотографию на утро. Вот так было на почве. Ну и, в принципе, по республике были обновлены температурные минимумы на эту дату. В одном из регионов был побит минимум 1900 года. Как-то так. Мы были на втором участке. Там все гораздо приятнее, все хорошо. Ну, был, конечно, легкий морозик под утро на почве, но вообще не страшно и не критично. Вот на дачном участке все было так гораздо серьезнее. Температуру я вам показала. Это уже на утро. При этом, вот смотрите, водопроводная труба. Воды в трубах с утра не было. Она замерзла. Ну и смотрим, что же у нас с нашими лозами. Вот это картинка в теплице. Я говорила, что теплица от мороза не спасает. И в теплице я тоже все укрыла. Ну, вот так вот у нас получилось. Я хочу обратить ваше внимание. Да, вот здесь два сорта идут друг навстречу другу. Да, и смотрите, как интересно. То есть здесь, ну, я одеялко сняла. Вот так же оно лежало, вот. Как соседнее. Практически касалось земли. Да, и мы видим, что на одном сорте, ну, почти все. Да, причем почки поменьше. А на втором, да, они побольше. По пекли, но все живенькое. Вот такая картинка может быть. И вот даже, смотрите, все, вот этот погиб, да, а вот этот живой. Правда, тут две разных лозы, но это один сорт. Вот здесь тоже, смотрите, такая же ситуация. То есть вот это погибло, а вот это живое, да. И вот, вот на этой лозе погибло. А вот это вот листочек прихватило. Ну, как минимум двойничок живой. И, в принципе, сама почка живая. И вот здесь дальше тоже живое. Смотрите, интересная история здесь. О, я не помню. Вот это, наверное, запорожский. Это молодин. Кто из них кто? Да, вот кусочек не укрыло. И вот молодой побег. Кстати, вот эта почка, она тоже живая. И вот та живая, да, вот эти погибли. И здесь, смотрите, вот эту прихватило. А вот эта прекрасно себе живая. И тут живое. Хотя вот оно, собственно говоря, не особо укрыто было. То есть вот это я сейчас поправляю уже ласково одеялко. Так вот оно было открыто. Ну, просто засуетилась, да, забыла здесь какую-то прищепочку прищепить. А вот это зилга. С зилгой вообще всегда все хорошо. Ну, смотрите, тоже вот. Здесь вот она мягкая, да, как понять. Почка мягкая становится. Здесь все живое. Хотя вообще снаружи. Вот на эту шпалеру тоже прошу обратить внимание. Тоже прищепочка не прищепила. То есть получился такой вроде бы широкий коридорчик. И залазим сюда, смотрим. А здесь все хорошо. Все живенько. Ну, может, одна там почечка какая-то вроде как есть поврежденная. Но на самом деле очень даже все неплохо. Здесь у нас атос был. Вот это у нас хвостики Аркадии. Вот эта почечка повредилась. Хотя, может быть, даже не полностью. А вот эта живая. Ну, ладно, здесь можно списать на пристенок. Хотя, все равно, видите, она неплохо выдерживает. Ну, на самом деле есть и не очень хорошие вещи. Заглядываем сюда. А здесь у нас вот все погибшие. Ну, вот лоза идет вот оттуда. Да, здесь почечки еще спят. Здесь вообще все хорошо. А вот то, что идет отсюда. Все. Ну, вот этот двойничок, может быть, выживет. Вот так все погибшее. На второй плоскости тоже. Если на второй плоскости, можно было бы еще списать, что там труба. Да, может, ну, как аккумулятор холода. То на этой, к сожалению, вот так. Хотя, смотрите, чуть ниже я вообще думала, что тут все. Нет, вот обнаруживается вот это, наверное, повреждено. А вот это очень даже живая почечка. Вон там живая. И еще есть живая. А теперь к вопросу. Вот недавно, когда я рассказывала про двуплоскостные шпалеры, про то, что мы делаем усиленное плодовое звено, да, было много комментариев. Зачем вам столько побегов? Все равно потом будете проламывать и так далее. Вот затем мы находимся в зоне рискованного земледелия. И как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, ну, тоже знаю обстановку по республике, что у многих и под укрытиями шалашики делали, спонбонда, ну, такие большие, которые должны были выдерживать холод. А холод пришел такой, что все поморозил. Ну, или не все, или частично, да. И вот когда у нас есть запас почек, то он у нас есть. Да, вот здесь вымерзла, а там хоть что-то осталось. И, ну, понятно то, что вымерзла, ну, пойдут запасные почки. То есть не все так страшно, не все так критично, не все так печально. Но, тем не менее, хочется не только почки, да, хочется урожай какой-то получить. И чтоб куст не жировал, нормально развивался. То есть, да, мы хотим нормально выращивать наши кусты. Так вот, у нас есть запас. Ну, проломку меньше сделано. Конечно, неприятно. Конечно, грустно это все печально, обидно. Но все равно что-то у нас осталось. И на сегодняшний день, как бы, правильнее, наверное, даже говорить не то, что у нас, не то, что мы потеряли, да, а то, что у нас уцелело. Смотрите, это все одна и та же шпалера. Вот они прошли дальше, это Сеня. Ну, вот у него вот все хорошо. Причем вот с такими морозами, мы же не первый раз сталкиваемся. В 20-м году вот такие морозы были, я не вспомню точно дату, ну, может, 18 мая, ну, может, там, 20-го. Примерно вот в таких числах. Ну, тогда мы берегли все вот таким способом. Ну, не было тех сортов, да, которые могли подмерзнуть. Видите, разные сорта тоже реагируют по-разному. Кто-то, вот, как я показывала, и зилга, да, и там, аладдина запорожским, даже неукрытая, смогла уцелеть, да. Вот то, что померзла так сильно, это киш-миш-находка. Ну, видите, что-то у нее пошло. Что-то не так. Ну, к сожалению, бывает. Тоже мы с этим ничего сделать не можем. Ну, тоже здесь у нас память учителя. Кстати говоря, что память учителя рано просыпается. Ну, ничего не рано. И вот на стыке. Понятно, здесь металл. Почка подмерзла, следующая почка, она живая, и там дальше живая. Может, темновато, плоховато видно? Ну, поверите на слово. Вот здесь у нас стык лосс, галанты мускат блау. Вот, частично почки повредились, да, а частично нет. То есть, там вот есть, там живые, там живые. Ну, что-то есть, да. Опять же, к вопросу, зачем? Вот, вот там, смотрите. Опа, вот она, красавица живая и здоровая. Вот, сохранилась. Вот, собственно говоря, для этого и нужен запас. Опять же, можно много говорить, что вот, и зачем рано раскрылись, туда-сюда. И много-много чего еще. Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Мы никогда не угадаем идеальные погодные условия. Но может повезти, может не повезти. Ну, опять же, опыт 13 лет уже подтвердил и не раз. Вот это не Туран, тоже. Вот это хорошая почка, вот это хорошее. Вот это поврежденное, вот это хорошее. Ну, вот так. Ну, там тоже все хорошо. И туда Юпитер пошел, вот это толстая лоза. И тоже видно, что почка живая. Ну, конечно, повреждения есть, но они не критичны. Под все я не полезу, потому что... Потому что раскрываться мы еще не будем. Еще пару ночей таких непонятных, когда заморозки могут быть. Могут не быть. Самый сильный заморозок мы уже прошли. Судя по прогнозу, да, сейчас будет все помягче. Но, тем не менее, пока что еще не расслабляемся и поддерживаем все под укрытием. То есть, как видите, конечно, потери, к сожалению, есть. Но, повторю, что можно считать, что мы потеряли. И можно считать, что у нас осталось. Осталось у нас все-таки много чего. И это радует. Что еще хотелось бы сказать напоследок. Часто в кругах винограды обсуждают такую тему, что мульчи это вообще плохо, задержнение тоже плохо. У нас надо черный пар только, чтобы земля быстрее прогревалась, быстрее виноград стартовал. Но, не, ребят, вот это не для нас. Вот, по крайней мере, не для нас. Я говорю про нашу конкретную семью. Опыт показывает, что нам бы сдержать. Вот если бы мы до 9 мая могли сдерживать распускание почек, ну, было бы классно. Понятно, что, да, был еще аномальный 20-й год, когда заморозки. Я уже несколько раз говорила, в каких числах они приходили. Даже не заморозки. Это нормальные морозы, позднее, весеннее, когда с вечера и до утра держится отрицательная температура. Она держится не только на почве, она держится и в воздухе. Ну, вот, пример, вот той ночи, которая была ночь назад, да, с 28 на 29 апреля в воздухе было минус 2, на почве я вам показала показания градусника. Вот так, то есть это нормальный мороз. Да, он может перейти позже. Ну, мы от этого не застрахованы. Ну, хотя бы вот до 9-го, если бы мы могли сдерживать, ну, было бы супер. Вообще замечательно. Да, у нас было бы гораздо меньше проблем. Поэтому ранний старт – это не для нас. И, опять же, наш опыт показывает, что мульча ничего не сдерживает. И в мульче виноград просыпается ровно так же, как и во всем остальном. Ну, да, у нас нет черного пара, не с чем сравнить. Ну, что мульча, что задернение одинаковое. И, опять же, немножко смотришь, что у других виноградарей, понимаешь, что особой разницы в начале вегетации ее нет. Конечно, кто-то может, опять же, верить в ранний старт, в прогрев и все остальное. Каждый для себя выбирает сам. Во многих видео я озвучу, что у меня нет цели кого-то переубедить. Я все это рассказываю для тех, кто нуждается в каком-то опыте, да, и для тех, кто хочет услышать, да, вот эта информация для них. Кто-то считает по-другому? Ну, окей. У вас может быть другой опыт? Не исключаю. А нам только остается надеяться, что это последнее неприятное событие в этом сезоне. Дальше уже все будет хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление будет осенью. И наши контакты. И до новых встреч!